Дорогие друзья, пожалуйста, подключайтесь к нам. Буквально через одну минуту мы начнем разбор Тары с доктором, гибраистом и христианином Александром Болотниковым в прямом эфире на сразу нескольких частотах. 1602 АМ в Европе на радиоцентр и на двух частотах в Орегоне и Вашингтоне 1040 АМ в аналоговом и цифровом режимах и на KBSFLP на частоте 100,7 FM. Также подключайтесь к нам на наш сайт в интернете. Ты, наш Масиях, ты, ты грядешь во славе, и мы ждем тебя. Ты, наш Масиях, ты, ты грядешь во славе. Тайр баруха шею. Тайр баруха шею. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, мы в эфире в Европе, в Риге, в Латвии на радиоцентр на частоте 1602 АМ В Орегоне и Вашингтоне сразу на двух частотах 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD радио И также на FM частоте 100,7 FM Сегодня у нас очень насыщенная, очень, я надеюсь, с Божьей помощью будет интересная программа Она очень-очень насыщена, потому что сегодня у нас сдвоенная глава Сегодня у нас две главы, это Бихар и Бихукотай Это у нас последние главы книги Левит Левит, Ваекра Ваекра, да, книга Левит, это Ваекра Вот, но это последние главы книги Левит, которые мы будем изучать в этом году Да, книги очень интересные 25, 26 и 27 Да, пожалуйста, откройте, да, вот 25, 26 и 27 главы Учитель уже предложил вам это сделать А я попрошу учителя совершить молитву перед тем, как мы прочитаем несколько стихов Благословен Господь Бог, наш Царь Вселенной Который избрал нас из всех народов, племен, языков Благословен и даровал нам свою Тору Благословен Господь Бог, дарователь Торы Амин Ну что, дорогие друзья, давайте немножечко прочитаем У нас очень интересные две главы Сдвоенные главы И откроем 25 главу книги Левит, Ваекра Вэдабэр Адуна Эль Моше Как обычно, вот все здесь так начинается И говорил Адунай, обращаясь к Муше на горе Синай так Говори с сынами Израиля и скажи Когда придете в страну, которой я даю вам Земля должна покоиться в субботу Бога Шесть лет засевай поле твое И шесть лет обрезай виноградник твой И собирай плоды ее с земли А в седьмой год суббота покоя будет для земли Суббота Богу Поле твоего не засевай И виноградника твоего не обрезай То, что само вырастет на жатве твоей Не сжинай И винограда С сохранившихся лоз твоих не снимай Год покоя будет для земли И будет суббота земли вам в пищу тебе И рабу твоему, и рабе твою И наемнику твоему, и поселенцу твоему Которые живут у тебя И скоту твоему, и зверем, который на земле Твоей будет весь урожай в пищу И отчитай себе семь субботних лет Семь раз по семи лет И выйдет у тебя времени Семи этих субботних лет Сорок девять лет И труби в шафар В седьмой месяц В десятый день месяца В день искупления труби в шафар По всей стране вашей И осветите пятидесятый год И объявите свободу на земле Всем жителям ее Юбилеем будет это у вас И возвратитесь каждый во владение свое И каждый к семейству своему Возвратитесь Юбилеем будет у вас этот пятидесятый год Не сейте и не жните того Что само вырастет на земле И не снимайте винограда С охранявшихся вами лоз Ибо это юбилей Священным будет он для вас Очень интересное место Можно даже дальше читать Здесь на каждом шагу У нас много вопросов Которые мы будем разбирать Учитель, насколько я понимаю В начале мы видим здесь Говорится о субботе Не только для человека Но и о субботе для поля Субботе для плодов земли Очень-очень интересно мы здесь видим И самое любопытное Что в той стране Откуда мы Многие из нас произошли В Советском Союзе Соблюдали субботу для поля И земля находилась под паром Я помню, что земля находилась под паром И нельзя было ничего сеять Ничего жать Это какие-то отголоски Получается Ну, я не знаю Это непростой вопрос На самом деле Очень непростой Особенно Однозначно мы видим Что есть какое-то У этого У этой, значит Сельскохозяйственное значение Я не уверен Что каждый седьмой год Колхозная земля находилась под паром Но однозначно Понятно, что Земля имеет свойство Истощаться И поэтому Как бы Ее Нужно Восполнять Вот А когда мы говорим Вот если мы говорим О седьмом годе Часто люди Спрашивают О том Значит Как исполнять Это Сегодня Да Вот учитель Если мы субботу исполняем Если люди исполняют субботу То как исполняют субботу Плоды и земля Это немножко две разные вещи Второй стих четко говорит Когда вы придете в землю Которую я даю вам То есть Земля должна покоиться То есть Иными словами Речь идет Вот это вот пример закона И тут очень Такой допустим Непростая ситуация Которую мы столкнемся Исследуя Двадцать седьмую главу Книги Левит Но вот здесь у нас Очень четко прописано Что этот закон Он Написан Исключительно Для земли израильской То есть Сегодня Некоторые Здесь В Вашингтоне Орегоне Пытаются этот закон Применить Он не очень работает Потому что Вашингтон И Орегон Не являются Той землей Которую Бог дал Своему народу И Латвия Наверное да Тоже как бы Не подходит под этот закон Латвия Литва Эстония Ни Латвия Ни Литва Ни Эстония Ни Украина Ни Россия Ни Германия Ни Канада Не подходит То есть Это закон Исключительно Потому что Четко Когда вы Придете В землю То есть Вообще В принципе Есть целый ряд Законов Которые Относятся Именно К Именно там Есть приставочка Когда Вы придете В землю Например Второзаконие Двенадцатая Глава Здесь Сказано Вот что Вот Постановление И законы Которые Вы Должны Стараться Исполнять В земле Которую Бог Отцов Твоих Дает Тебе Во владение Истребите Все места Где Народы Которыми Вы Овладеете Служили Иным богам То есть Это касается Касается Исключительно Земли Хананской То есть Народы Нужно было Прогнать А места Их поклонения Истребить Ни в коем Случае Как говорится Вот Я Приведу Пример Такой Что сделали Талибы В Афганистане Да Когда Талибы Пришли К власти В Афганистане Там были Уникальные Где-то Там В каком-то Месте Статуи Будды Талибы Их Взорвали Вот Это одно Из Ну Как говорится Масса Всего Можно Приводить Пример Мы живем Например Здесь Опять же Вашингтон Орегон Монтана Можно поехать Даже туда На Канаду Найти какую-нибудь Резервацию Местных То есть Как Ну А не надо далеко ехать Вот буквально Пешком-то этим Да Здесь рядом Все Ну И там есть Тотемы И там есть Всякие Потому что Местные Ну Я не знаю Как по-русски Правильно Мы уже не говорим По-русски Негры Говорим Афроамериканцы Да Здесь же они Не привыкли Говорить Здесь нельзя Говорить Индейцы Надо говорить Native Americans Да А как это Сказать по-русски Коренные жители Америки О Спасибо Вот Так вот Оказавшись Среди коренных Жителей Америки Вот тут Мы Иммигранты Приехали верующие Нам могут быть Сколько угодно Отвратительны Их языческие Верования Но заповедь Пойти И срубить Там Тот Тотом И так далее К нам Не распространяется Учитель Я вам больше скажу Когда вы пересекаете Любую индейскую территорию Висит огромный Сайн Плакат На нем написано Это постановление Что Некоторые Законы Соединенных Штатов При пересечении Этой границы Перестают Работать Правильно Ну Где-то тут Чего-то Я кстати Не помню Чтобы я когда-нибудь Был на индейской территории Были Наверное Проезжали Были Ну так вот Чтобы Единственное место Где я соприкасался Это возле Платины Ну да Это где они рыбу ловят Им кстати разрешено Можно А нам нельзя А нам нельзя Потому что там другие законы Учитель Ну давайте будем двигаться дальше Да-да-да То есть вот эти вот вещи Например И я хочу обратить внимание Пожалуйста К чему приводит неправильно Да То есть сначала написано Вот это Разрушить места Поклонения То есть мы находясь То есть сегодня Этот закон не может Применяться Потому что он исключительно К земле Израильской То есть земле Израильской Которую Бог своему народу Дал во владение И эти народы Коренные Той земли Хананей Должны быть выгнаны Вот Как интересно То есть это именно Только там Здесь ничего подобного Мы не должны делать А эта проблема Заключается как раз в том Что Я недаром здесь Рассказываю Про коренные народы Америки С которыми поступали Христиане Крайне жестоко и несправедливо Во многих случаях Потому что христиане сюда Приехали Миссионеры Да Не не миссионеры Пилигримы Пилигримы сюда Приехали Вот И местные люди Спасли их Потому что То бы вымерли И у всех Бы их выкосило Ну ладно Они еще Этих местных Своими Как говорится Болезнями Которых Те никогда Не знали Много Жежместных Народов Здесь погибло От эпидемии Которую Европейцы Принесли Но потом Началось Истребление И так далее То есть Нехорошие вещи Вот И я дальше Читаю 12 главу Второзакония Не то Вы должны Делать Для Господа Бога вашего Да То есть Разбейте Истукан Истребить Но к месту Которое Изберет Господь Бог ваш Из всех колен Ваших Чтобы пребывать Имени его там Обращайтесь Туда И приходите Место Которое Избрал Господь Вот там В той земле То есть Все это Привязано Есть в Торе Ряд законов Которые Привязаны Именно К земле Очень интересно И вот эти Законы Позже Павел В послании Евреям Восьмая и девятая Глава Назовет Ветхим Заветом То есть Завет Который В основе Которого Лежало Ветхозаветное Святилище Сначала Моисеева Потом Храм Соломона Потом Там Были уже После Разрушения Первого Храма Изменения Вот Кстати говоря Второй момент Который я хочу Сказать Когда мы Говорим О земле Земля была Строго Поделена Среди колен Все Все это Дело К сожалению Большому Развалилось После смерти Соломона Когда Пришел Ировам Сын Наватов Отделил Девять Колен Северных Левитов Всех Выгнал С городов Своих Священников Всех Выгнал Вот И начал Поклоняться Двум Золотым Тельцам И вот Эти все Законы Которые Связаны Были С коленами Субботними Годами С землей В общем Все что Касается Земли Из-за И из-за Того что Натворил Соломон А Бог Разделил Его царство Все эти Законы К Девятому Веку До нашей Эры Прекратились Соблюдаться А Потом Уже Когда был Разрушен Первый Храм И Появилось Понятие Диаспора То есть Евреи Расселись Диаспора Это растение Евреи Расселись И не вернулись Обратно Из растения Так и Продолжали Жить Вот То там Уже Извините Все эти Законы И не могли Соблюдаться Очень интересно Друзья Дальше Вот мы Подходим К очень Интересному Моменту Вот Как известно Библейские Установления Которые Направлены Против Эксплуатации Бедного И накопление Богатства Они очень Ясно И прямолинейно Прослиживаются Священном Писании Как Может быть Не странно Покажется Нашим Слушателям Бизнесменам Бизнес Это хорошо Мы понимаем Библия Библия Бросает Вызов Почти Всем Экономическим Ценностям Не только Того Но и Нашего Времени Ну например Вот то что Называют Ветхий Завет Мы называем Торой Танахом Возражает Против Например Общепринятого Мнения Об абсолютном Праве На частную Собственность Земля Принадлежит Только Богу И потому Не может Находиться В вечном Владении Того или иного Человека Это Написано Даже В Левит Левит Это Вот как раз Мы видим 25 глава Ваекра Вот то что Мы с ним Разбираем 25 глава 23 стих И В юбилейный Год Вся Земля Должна Была Возвращаться К Первоначальному Владельцу И Вот Фактически Назначение Юбилейного Года Происходило Перераспределение Богатства То есть Библия Никогда Не была За то Чтобы Богатые Богатели А бедные Беднели Я так понимаю Учитель Что Тора Этому не учит По краям Мы это видим И у нас В нашем Современном мире Настолько Сейчас Люди Ну Как бы Прилипляются К Вот этим Предметам Нашим К богатству Богатства Мамона На языке Иисуса Христа На языке На армейском языке Мамони К мамони К телефона К машинам Причем Не просто Для того Чтобы Мы Как-то Смогли Ими Воспользоваться Для того Чтобы Показать Что Мы Лучше У нас Лучше Автомобиль Чем У ближнего Моего У меня Лучше Телефон Чем У ближнего Моего Я могу Им Похвастаться Да У меня Лучше Библия Чем У ближнего Моего Потому что Она французская Я помню Наша Слушательница В Москве Просила Меня Каждый День Чтобы Я Ей Подарил Библию Непременно Французскую Ну Смотри Здесь Очень важно Видеть И понимать Библейские Подходы К Экономике И социальной Справедливости Почему Потому что То о чем Пишет Библия Оно Не Является Ни Ну То есть Как бы Вот этими Двумя Крайностями Которые Например Мы Наблюдаем Здесь В нашей Америке Где У нас Например Есть Одна Партия Которая Защищает Интересы Хищнического Капитализма А Другая Партия Которая Которая Защищает Интересы Либерального Социализма Я как раз Хотел сказать Ударилась В социализм Да 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 То есть Интересно Что такое Ну Конечно Я скажу Даже вот То что мы Пережили В Советском Союзе Это не Есть Это Это что-то Другое В Советском Союзе Мы пережили Однозначно Коммунизм Вот Когда Продразверстки И все Эти дела Здесь же Оно все Немножко По-другому Как Выглядит Хищнический Капитализм Хищнический Капитализм Выглядит Так Значит Человек Работает 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 Но Что-то у него Случается Он заболел Все его Выкидывают На мусорку То есть Есть штаты В которых Процветает Именно Вот такая Форма Хищнического Капитализма То есть Работает Человек На работе Но если Он заболел Больничный Не положен То не положено Не выйдешь На работу Там Если действительно Болеешь Никакой Тебя Поблажки Выходи Терпи боль Больным Работай Иначе Потеряешь Работу Потом Не получишь Никакого Пособия Никакой Компенсации Ничего Во многих Штатах Это Так И люди Очень часто Вот в таких Штатах Люди Живут И работают Теряют Своё здоровье Несмотря На риск Потому что Риск Потерять Работу Но есть И другая Сторона Есть Вот Либеральный Социализм А либеральный Социализм Заключается Выглядит Совершенно Другим Образом Как человек Считает Зачем Мне Работать Мне Государство Даст Всё Что Мне Надо Я Приду Туда Мне Дадут Еду От Каждого По Способностям Каждому По Труду Да Помните Да 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 Я Знаете Типа У меня Родится Ещё Один Ребёнок Мне Государство Будет Платить Больше Чем Я буду Работать Лучше Я буду С кем То Сожительствовать Рожать Детей И Буду Получать На них Пособие От государства Нежели Я пойду Работать Учителя Сейчас Вообще Всё Настолько Меняется В России Например Мужчина Уходит В декрет А Женщины Работают А Знаете Почему Почему Потому Что Женщина Зарабатывает Больше Ну Это Вообще Особенность Я Скажу Так Россию Я Не знаю Сейчас Так Хорошо Как Я Здесь Наблюдаю За Орегоном Я Здесь Вижу Очень Много Американских Мужчин Которые Не Могут Определиться Себя В Жизни Я Знаю Очень Много Наших Русских Мужчин Которые Тянут Семью И Допустим В некоторых Семьях Там И по Шесть И по Восемь Детей Мать Никогда Не работает С детьми Сидит А этот Русский Мужчина Еще и Неплохо Зарабатывает И обеспечивает Все Всех Этих Шесть И восемь Детей А на Американского Мужчину Такого же Возраста Посмотрю У него Жена Двое Детей Он не может Определиться В жизни У них Нету Денег На то Чтобы Детей В зоопарк Повезти Вот Потому что Они Не могут Себя Найти Он Не хочет Ту Работу Не хочет Ту Работу И не хочет Ту Работу Я спрашиваю Моих Американских Друзей А почему Так Они говорят Феминизм Хотя Я не очень Уверен Что это Феминизм Это по Моему Уже Вот Это Деградация Деградация Наше общество Американского Общества Так вот Вернувшись К Пятидесятому Году И к перераспределению Здесь Это все-таки Очень важно Посмотреть Очень важный Учитель Очень важно То есть Получается Знаете Что вот Такой радикальный Экономический Взгляд Он Опрокидывает Практически Вот все Наши Современные Учения Вот Практику Я тебе скажу Я тебе скажу Опрокидывает Нельзя эти вещи Перекидывать На сегодняшнее Общество На сегодняшнее Государство Потому что Вот например Возьмем Либеральный Социализм Я приведу К примеру Францию Да Особенно При предыдущем Президенте Франсуа Оланди Там же Был кошмар То есть Если человек Вы сказали Французское Слово Да Да Извините Так вот Значит Там же Было Вот как Там Если ты Зарабатываешь В месяц Что-то Больше Восемьдесят Тысяч Евро То Все Что ты Зарабатываешь Месяц В год Больше Чем Восемьдесят Тысяч Евро То Или даже Пятьдесят Тысяч Евро То Все То Что Зарабатываешь Квартирам Начали Брать Там У людей Ну Типа Опрос Делать Какие Нужды Какие Это И вот Заходит Он Квартира Значит Квартирный Дом Предместья Парижа Три Трехкомнатные Квартиры Или Даже Четырех Трехбедрумные Это Четырехкомнатные Соединены Вместе И В каждой Квартире В квартире Живет Эмигрант Из-за Лжира Отец Пятнадцати Детей И муж Трех Жен И вот Они То есть Вот эти Три Четырехкомнатные Квартиры Их оплачивает Государство Чудненько Ходят Эти Дети Такие Верзилы Здоровенные Подростки Шестнадцать Семнадцать Лет И сидит Этот Батя Извините Как Тюремный Пахан Управляет Три Женушки Там Работают Все Ему Готовят По Магазинам Ходят Он Сидит Телевизор Слушает В общем Эдакий Такой Если бы Я был Султан Я бы Имел Трех Жен Вот Это История Вот Он Спрашивает Этого Этих Детей Которым Дети Пятнадцать Шестнадцать Семнадцать Лет Такие Здоровенные Верзилы Такие Вообще Непонятно Чем Как вы Это Какие у вас Желания Зачем мне Чего-то Дети Мне Все Хорошо Мне Все Дают У меня Всем Государство Беспечит Зачем Мне Нужно Думать О Профессии То есть Вот Это Вот Такое Отношение Во Что Франция Превратилась Сейчас То Мы Это Хорошо Видим Разгул Антисемитизма Разгул Такого Жуткого Фашизма И Вот Этот Социализм Поэтому Ни в коем Случае Еще раз Ни в коем Случае Вот эти Вот вещи Про юбилейный Год Про все Эти дела Ни в коем Случае Нельзя путать С идеологией Социализма В библейском Израиле Не было Это я Люди Я не тебе говорю Я это Объясняю Просто В Советском Союзе Попытались Сделать Что-то Такое То есть Они Попытались Приравнять То есть Создать Такое Общество Где не было бы Ни бедных Ни богатых Вот От каждого По способностям Да Каждому По По потребностям Это Значит Такой был Лозунг Коммунизма Ну да А получилось От каждого По способностям Каждому По возможности Да Ну Мы же понимаем Что это все Было Утопия Да Почему Потому что Все наши Школьников Кормили А на самом-то Деле Только Такие Сумасшедшие Люди Как мои Деды Все Которые Были Убежденными Коммунизмами Коммунистами Они Сбежали От Иудаизма Буквальном Смысле Сбежали От Иудаизма Они Все Выросли В Религиозных Еврейских Семьях Все Вот Все Четыре Вот Мой бабушек Две бабушки Двое Девушки Все были Люди Которые Воспитывались Ходили в Еврейские Школы Вот Учители Но вот Согласитесь Вот если Мы идем Да Вот Этот закон Который был Принят О юбиленном Годе Ведь Здесь Очень Очень Большой Смысл Смотрите Ведь Сейчас Когда человек Гонится За богатством Да Вот Гонится За Чем-то Лучшим Чтобы Продемонстрировать Перед Ближним Своим Это Желание Иметь богатство Обогащаться Это от Идолопоклонства Исходит Это Чистая Штука Идолопоклонническая Смотри Зачем Люди Берут Зачем Люди Копят Больше Чем Им Нужно Зачем Вообще Им Нужно Больше Чем Нужно Для Жизни Для чего Вот это Накопление Идет Смотри Какая вещь Объясните В первую очередь Что это за закон И к чему Собственно говоря Он привязан Вот Закон этот Привязан Прежде всего Он Совершенно По-другому Построен Значит У тебя Во-первых Речь идет О том Что Ты правильно Сказал Когда мы Говорим О земле Израильской То есть Земля Израильская Эра Цесраэль Да Эра Цесраэль Вот эта земля Которую Бог дал Потомкам Авраама И в частности Потомкам Якова Она В Ветхом Завете Является Святой В чем Смысле Святой Она Свята И строго Поделена Между Коленами То есть Она По жребию Досталась Коленам И это Очень важно Здесь Нужно Это Учитывать То есть Сейчас Нельзя Переносить Эти Законы Например На факт Что если Какой-то Иммигрант Здесь Приехал И думает Купить Ферму И Это Будет Его земля Поставить Там Дом Купить Трактор Комбайн Выращивать Что-то И так далее Так делали Ну Извините Сколько Приезжало И украинцев В эти Степи Канадские Так начинали Сколько сюда Приехали Люди В Монтану Там И так далее И делали И все Это Нельзя Сейчас Это Нельзя На основании Этого текста Назвать Это Грехом То есть Иметь Частную Собственность Не грех Я говорю Сейчас Не о том Что Грех Имеет Причастную Собственность Свой автомобиль Понятно Но когда Человек Приумножает Занимается Приумножением Здесь Немножко Не так Все Что здесь Имеется Ввиду Во-первых Здесь Имеется Ввиду Две вещи Первая Это Земля То есть Человек В Израиле Вот у тебя Колено Земля Распределена У тебя Количество Земли Конечное То есть Тут Не идет Речь О Преумножении Богатства Именно В этом Тексте Перераспределение Здесь идет Посмотри Что получается Мы же Видим Там Что Здесь Не идет О Перераспределении Богатства Вот Я тебя Пытаюсь Как раз И наших Зрителей Сбить С вот Этого Идеологического Курса Посмотреть На исторический Контекст Потому Что Здесь Не идет Речь О Перераспределении Собственности Нам Достаточно Сегодня Этих Нью-Йоркских Социалистов Которые Пришли К власти И кричали Богатые Богатеют Бедные Беднеют На сегодняшний День Посмотрите Что закончилось С Нью-Йорком И вот Это Безответственность Вы согласитесь Дай я закончу Не надо Этот текст К этим Политико-экономическим Вопросом Привозить Этот текст Конкретно Говорит О балансе Земли В Израиле Почему Балансе Земли В Израиле Потому что У тебя Дано По жребию Колену Данову Столько Предположим Исаак Из колена Данова Обеднел И Пришел Яков Из колена Нефалиимова Исаак Сказал Дай мне Столько-то Ксиклей Золота И селебра А вот У меня Виноградник И вот У меня Оливкова Роща Бери Это Себе В залог Смотрите Дальше Что будет Вот где Проблема Чтобы Понимали Исаак Из колена Данова Взял В залог За Серебро Деньги Не Отдал Если Компад Коленом Осировым Земель Которые По Жребию При Иисусе Навине Еще Были Даны Сынам Колена Данова То есть Которые Были Взятые Они Их Возвращали Обратно Бедные Были Выпущены На Свободу Рабы Тоже Были Отпущены Смотри То есть Вот что Происходит То есть Это Регулирует То есть Закон Который Мы Читаем 25 Главе Книги Левит Он Регулирует Взаимоотношения Между Коленами Чтобы Одно Колено Не Поглотило Другое В этом Есть Символически То есть Иными Словами Если Небольшое Колено И там Куча То есть Речь Смотри Земля же Принадлежит Дальше Кланам То есть Бог Заботился О том Чтобы Каждый Род Каждое Колено Оно Продолжалось Он Значит У него Было Вот это Это Несло Вообще Книга Левит Она Очень Символическая То есть И это Тоже Несет Прежде Всего Символическую Функцию Когда Мы Будем Говорить О Помощи Бедным То есть Другой Закон Совершенно Другой Закон Закон О помощи Бедным Можно Увидеть В книге Левит 23 глава Учитель Понимаете Какая вещь Я прошу прощения Большинство Вы согласитесь Большинство Бедных Они Бедные Не потому Что Они Такие Плохие Не Потому Что Они Не Хотят Работать Это Неправда А Потому Что Эти Бедные Да Так Получилось Что Они Работают На Какого То Определенного Человека И Человек Потом Хвалится Какой Он Великий Бизнесмен Какой Он Хороший Как Много Он Чего Достиг Но Достиг Не Он А Достигли Это Люди Которые На Него Работают Которые Вместе С ним Созидают Его Богатство Все Вместе Вот Я Согласен С тем же Берни Здесь Есть Рациональное Зерно Между прочим Потому Что Он Достиг Всего Того Что У него Есть Благодаря Тем Людям Которые На Него Работают Это Они Работают Нет В любом Случа Но Я Все И Получает Жалкие Гроши При этом Кстати Про Какой Берни Ты Говоришь Который Сошел С гонки Не будем Про него Он же Вряд ли Будет Когда Либо Президентом Это Очевидно Но Тем Не Менее Это Не Социализм Учителя Это Очень Важный Момент Который Мы Должны Хорошо Понимать И Вот В этом Заключается Большая Проблема Нашего Сегодняшнего Общества Почему Бедные Бедные А Андрей Опять же Я тебе скажу Почему Бедные Бедные Богатые Богатые Понимаешь Я тебе скажу Я очень хорошо Я категорически Не согласен Что Бедный Бедный Потому что Он работает На кого-то Особенно В этой стране Потому что Я очень хорошо Вижу Как Русские Мигранты Приезжая С двумя Чемоданами С бельем Значит Делают Через Какие-то Лет Десять Встают На ноги И работают Конечно Пусть даже На кого-то А что такое Как бы Тут Тут я бы Категорически Не согласился А я вижу Очень многих Здесь Местных Американцев Которые Только и делают Что курят Наркоту Вот И поэтому Они ни на что Не способны Работать И рассказывают Что мы Бедные И нам Нужно Богатство И так далее Учитель Я просто К чему Хочу сказать Что Независимый Бизнес Это хорошо Я не говорю Что это плохо Независимо от того Сколько человек Получил Благодаря Своего Бизнеса Или сколько Беда не получил В любом случае Вся земля И все Что наполняет ее Они господни Это очень важный момент И вот как раз Наш слушатель пишет Что Вот мы Прошлую субботу Говорили о пришельцах А вот если Присоединился человек К колену Левия Мог ли он стать Левитом в храме И получается Что и не мог Он иметь земли Да получается Вот мы когда По поводу распределения Земли Потому что земля Это чья Она же господня Она же господня земля Нет Дело в том Господня Правда Дело в том Что если человек Честно говоря Я не думаю Что Не Может быть И можно было Хотя я не думаю Что последствия К колену Левина Особенно К клану Аронова Можно было Присоединиться Пришельцу Я не видел Такого случая Библии Это хороший вопрос Но вообще Если мы говорим О колене Иудином То в колене Иудином Если человек Присоединился Женился там И так далее Он получает Вот Я приведу пример К чему это Я говорю Например Рав блудница Написано Живет до сих пор Среди Израиля Как написано Как написано В книге Иисуса Навина И живет Рав блудница Среди Израиля До сего дня Так То есть Соответственно Ерехон То ее город Был сравнен с землей И проклят Значит Она И ее семейство Присоединились К какому-то колену И по жребию Вот тут Очень важный момент Почему здесь Все это не работает Вот эти вещи Прямо так Применять нельзя Нам нужно понимать Что когда Израильский народ Вошел В святую Для них землю Это была Божья земля Бог ее дал Бог построил Я даю ее Вам наследство То есть Бог Дал нам Землю Дал Израилю Землю В наследство Дальше Он дал Израилю Землю В наследство И сказал Так Вот мои 12 колен Вот эти 12 колен Они не случайно Здесь Их 13 Но Левина Не получила Землю Потому что Опять же В этом был Символизм Но 12 колен Это число Завета То есть Они получают Землю Божественным Жребием Они получают То Что Им Принадлежит Будет Принадлежать То есть Надел Земли Иуда Там получил Город Хеврон Лохиш Иерусалим Вот эти Все То есть Каждая земля Все распределили Да Где-то Бог шел На уступки Например Понравилась Колену Рувимову Земля За Ярданом Они пришли К Моисею Еще Спросили Можно Моисей Вопросил Господа Бог сказал Можно И получили Это их земля То есть Если там На этой земле Были какие-то Кто-то присоединился К Колену Рувимову То естественно Они получали Там А вот Случай Описан Очень интересный В книге Иисуса Навина Про гаванитян Когда они пришли Когда они пришли С мешками Совсем Типа Мы хотим заключить Мы пришельцы Хотим заключить С тобой Союз И наврали Это спровоцировало Войну Которую Иисус Навин Должен был Вести Но гаванитяне Не вошли В общество Господне А почему Они сделали То что Они сделали Потому что Они хотели Остаться В живых Нет Не в живых Они хотели Остаться На своей земле То есть Если бы они Как раб Облудниться Сказали Мы входим В общество Господне Окей Их бы распределили По коленам И дали бы То что колено То есть Понимаете То есть Вот эта земля С нее должны были Уйти Всех Ананеги Что значит Уйти Либо уйти Либо погибнуть Либо присоединиться К Израилю Присоединиться К Израилю Уверовать Бога Соблюдать заповеди Отреться От своей Языческой веры Но если ты Отрекся От своей Языческой веры Ты значит Должен Отречься От того Дуба Под которым Твои деды Приносили И хоронили Своих Этих Родственников А потом Ты там Выкапывал Черепа И кучу всего Понимаете Бог не случайно Устроил Перераспределение Но это Перераспределение Не было Попыткой Уравниловки Социальной А это Была Попытка Уравниловки Религиозной Религию А теперь Подожди Подожди Сейчас мы будем Разбирать Следующий главу Мы к этому Вернемся Вот теперь Смотри Дальше Теперь Смотри Если же Будет у тебя Нищий Кто-нибудь Из братьев Твоих В одном Из Жилищ Твоих На земле Твоей Которую Господь Бог То не Жесточи Сердце Твоего И не Сожни Руки Твоей Перед Нищим Братом Твоим Это я читаю Второзаконие 15 Глава Но открой ему Руку твою Дай ему Взаймы Смотря по нужде В чем он Нуждается Берегись Чтобы не Вошла В сердце Твоя Твое Беззаконная Мысль Приближается Седьмой Год Чтобы оттого Глаз твой Не сделался Ни милости В к нищему Брату твоему И ты не Отказал ему Ибо он Возопьет На тебя Господу И будет На тебе Грех Дай ему Взаймы Когда будешь Давать Не должно Скоберть Сердце Твое Ибо Нищие Всегда Будут Среди Твоей Земли Вопрос Самый Главный Вот почему Я тебя Остановил Когда ты Говоришь Кто-то На кого-то Работал В израильском Обществе Никто Ни на кого Не работал В израильском Обществе Всем Была Дана Земля Общество Не было Разделено На Классы В израильском Обществе Не было Как Ивана Грозновской Руси Барин И Крепостной В израильском Обществе Вот колено Общица Конечно У любого У кого-то И у богатых Случается Так Не Как Становятся Нищим Нельзя так Все Одинаковые У всех Одинаковые Надел Земли У всех Одинаковые Тут Нету Нищий Это не тот Который Хоумлес Который Здесь Под Вот Вот это Хорошо Вот это Я Объясняю Нищий Это не Хоумлес Не бомж Который Не хочет Работать Сбежал Еще Мы об этом И говорим Из дома Своих Родителей Потому что Ему нравится Быть Хиппи Понимаете Это не тот Это имею ввиду Что любой Человек Может попасть Вот в такую Ситуацию Может Но Иногда За этим Стать духовные Причины Духовные Психологические И психиатрические Учитель А вот Послушай Теперь дальше Смотри Откуда берутся Нищи там То есть Я тебе не говорю Здесь Американское общество Откуда человек Может Да Я знаю Особенно Сейчас Очень может быть Что люди Потеряют Ре Ну Вот Пожалуйста Причина Как может То есть Тут есть Разные вещи Есть разные вещи Есть причина По которой То есть Я здесь Не говорю О бомжах Которые Были Я скажу Почему я так Говорю Я Я это скажу В 2000 В 2000 Году Мы С супругой Приехали В Америку С буквально С тремя Чемоданами И без Гроша В кармане Мы приехали Потому что Господь Так позволил Что я Получил Стипендию На Докторскую Программу От Моего Университета Hebrew Union College Где я получил Докторскую Я получил Но стипендия Которую мне Выдали Это было 17 тысяч Долларов На год Это очень Маленький Из них Восемь с половиной Уходили На оплату Обучения Восемь с половиной Тысяч На год Я получал На руки То есть Примерно Сколько Это Меньше Семисот Долларов Это Очень Конечно Маленькая Сумма На квартиру Я отдавал Тогда Пятьсот Пятьдесят Долларов В месяц И оставался Вот С ломаным Грошом В кармане Вот Что я мог делать В связи с тем Что Были Мы приехали По студенческой Визе Я не мог Работать Где хотел Я мог работать Только в студгородке За Шесть долларов В час А жена моя Не могла Вообще Работать Поэтому Я мог Зарабатывать Только Сто двадцать Долларов В неделю И Вот мы Прозябали В очень Тяжелой Ситуации То есть Нас хватало Заплатить За квартиру И купить Чуть-чуть Себе еды И заправить Бензин Больше мы Ничего не могли Себе позволить Вот поэтому У вас есть возможность Относиться К пониманию К тем людям Которые сейчас Находятся В такой же ситуации Так вот Я тебе объясню А не так Значит Что мы А как А я тебе скажу Как Это был Двухтысячный год Это был Последний год Президента Клинтона Когда экономика Девяностых Находилась На подъеме И Там все Находилось На подъеме Мы ходили По городу И видим Там Help wanted Help wanted Help wanted То есть Принимаем на работу Принимаем на работу Моя супруга Я работал В библиотеке Но это Больше Шесть Моя супруга Была готова На любую работу Посудомойкой Пойду Посудомойкой На любую работу Но не было документов Потому что мы были студентами А у нее визе написано было Без права устроиться на работу И она не могла устроиться В городе Синсенате Штате Огайо на работу И вот мы идем А там стоят Товарищи И стоит Вот так вот Трясет Деньгами Дай мне деньги Дай мне деньги А Жена моя Говорит Ну что это за безобразие У меня нету документов Меня не работает Почему Он с американским Паспортом Не может Зайти в этот Магазин Где Help wanted Написано И устроиться На Восемь долларов В час Тогда это была зарплата Но это говорит Больше чем ты бы зарабатывал Почему он у меня Просит 25 центов То есть В этом была То есть Это вот такого типа нищие Так вот Я хочу сказать То есть это люди Которые никогда не будут работать Никогда не хотели работать И так далее Ну это понятно Я говорю о других людей О другой категории Так вот В Израиле таких не было В Израиле были люди То есть сейчас В данной ситуации Вот сейчас Когда пройдет Вся эта 4 триллиона долларов Кончится И Будет провал Потому что Ну Экономика Однозначно все Ожидают Что Как говорится Огромное количество людей Из сферы обслуживания Вернуться на работу Не сможет То есть Огромные секторы Экономики Будут В очень тяжелой ситуации Это значит Что Будут семьи У которых Будет Которые Нормально Жили Платили Там Ренту За квартиру Проглатили Моргидж За дома И Они Окажутся В очень Очень нехорошей Потому что Ему нужно Купить Это Новых овец Чтоб как-то дальше Он же зарабатывал То на шерсти А тут у него Овцы Какая-то Пришла Ну Что такое Домашние животные Многие знают Болеть они умеют Очень хорошо И сегодня Мы Можем Лечить А А тогда Вот Попробуй Полечи Домашнее животное А если Это какая-то Инфекция На животных Нашла И у него Стадо Стадо Переболело И идет Падеж Стадо Надо двигаться Дальше Мы не успеем Я к чему Тебе это объясняю Я вот Просто Дальше Что Все Он попал Что он делает Вот его земля Ему нужно стадо Ну да понятно Это понятно Ему нужно стадо Новое Он же Он же Ну как сказать Чабан что ли Он на этом зарабатывал Сыр с шерсть Сыр с шерсть Все Он сидит без ничего Но есть его земля На которую он выпасал А овец уже нету в загоне И вот Мы здесь читаем По поводу 50-го года Что Он был Вынужден был Отдавать Эту землю Отдавать землю Правильно Смотри Что он делает Отдавать землю Он идет К соседу И говорит Дай мне Столько Тосиклей Золота Да Я пойду Куплю себе Новое стадо Окей На тебе Сиклей золота Купи себе Новое стадо Написано Как я вот тут Прочитал Не Зажми руку Свою Дай И может Случиться Так Что Это Новое Стадо Тот же Самый Какая-то Может Мало ли Какая причина И опять Он Как говорится Потерял Это стадо Из-за Какого-то Падежа Или Может быть Сам Заболел Может быть Что-то Вот То есть Бывает Случается То есть Вот Нищие Которые В народе Израильском Они Случают И вот Вот этот Пятидесятый Год Юбилейный Это Вот Это была Такая Сетка Безопасности Окей Вот Я об этом Правильно Я к этому Просто шел Потому что Это не Перераспределение Собственности То есть Когда речь идет О том Что вот Ты пришел Ты его Попросил Не собственности Богатства Я даже Не об этом Речь То есть Речь идет о том Что В результате Вот таких Вот Каких-то Ситуаций Вот Плохой Год Какая-то Болезнь Какая-то Там Сибирская Язва На стадо Раз Напало И на стадо Второй Раз Напало И все Человек Не может Более Того Что он Должен делать Вот В этой Ситуации Человек Продается В рабы Да И здесь Сказано Негосподствуй Над ними Сурово То есть Ситуация Когда человек Потерял Средства Производства Он мог Продаться Если у человека Что-то В жизни Случалось Это Не значит Теперь Что Он Пропадал И погибал То есть Допустим Если был Юбилейный Год Да Вот Он Случилось Он Потерял Он Должен Уйти Со своей Земли Уйти Со своего Дома Потому что Ему Нечего Крыть Он Продался В рабы Так Ну Как бы Он Теперь Уже У кого-то Работает Наемным Как говорится Вот Но Ему То есть Более Чем До Юбилейного Года Вот Этой Землей Тот Кто Его Займодавец Пользоваться Не имел Права Земля Должна Была Быть Восстановлена Обратно Колену Его Клану И ему То есть Ему Или его Детям Должен Был Дать То есть Как бы Иными словами В отличие От Америки Я скажу Так Вот Приведу Пример Америка Была Как Каком-то Мере Страной Равных Возможностей Ты Приезжал В начале В конце 19 Века Допустим Те Говорили Окей Хочешь В Оклахому Землю Получить Ну ты Приехал Получил Землю В Оклахоме Классно Взял Начал Пахать Растить Пшеницу Бах Первая Мировая Война Ууу Класс Россия Ж Была Хлебной Корзиной Европа Сейчас Первая Мировая Война В России Хлеба Нет Откуда Хлеб Брала Европа Голодная Воюющая В окопах От этого Фермера В Оклахоме Пошел Вал Этого Зерна Все Классно Америка Поднялась Все Супер Все Прекрасно Бах 1929 Год Обвал Рынка Великая Депрессия Что Происходит С этим Фермером В Оклахоме Небраске Он Обнищал Потому что Теперь Его Ничего не Нужно Его Продукция Собрал Свои Монатки И поехал Сюда Если Поднялся Здесь Хорошо Не поднялся То До сих пор Поколение Вот этих Бывших Живут Как То есть Тут Как бы Вот такая Это понятно Я просто Сейчас К чему Хочу Подвести К тому Что Следующая Глава У нас Бехухотай У нас Синсдвоенная Глава Мы Очень Хорошо Видите Очень Хорошо Мы Разобрали То Что Нам Нужно Было Обязательно Понять Перед тем Как Ити дальше Мы С вами Здесь Вот Видим Благословение Проклятие То есть Есть Законы То есть Если ты будешь Соблюдать Эти законы Ты будешь Получать Благословение А не будешь Получать То есть А не будешь Следовать Этим законам Ты будешь Получать Проклятие Я бы хотел Чтобы Мы вот В это Так же Включили Закон О Пятидесятом Годе Закон О Вот Всех Вот этих То Что мы С вами Говорили К чему Я просто Хочу Понять Насколько Вот Актуально Смотри О Вот куда ты меня Вот теперь я понял Но тут вопрос Опять же Как это все ввести Допустим Пятьдесятый год Опять же Эти все вопросы Они были Именно К земле Израильской Но как это Относилось Например Мы видим Пророк Еремия И пророк Еремия Видит Что Многие Богатые Люди В Земле В Иерусалиме Должников Своих Порабощают А на Седьмой Год Как положено Не отпуская Результатом Когда это Все Выяснилось Пророк Еремия Прямо Сказал Все Придет Навуходоносов Я сейчас Основное Времени Нет Искать Значит Это Я сейчас Не буду Уже Смотреть Это Ну да Мы знаем Да Это Иерусалиме 34 глава Вот То есть Наказание Придет Да То есть Навуходоносов Да То есть Именно Тот факт Что Не Выполнялись Законы При которых Значит Любой Человек Ну что Ведь в Израиле В Торе Человека Не покупали Раба Не покупали На невольничьем рынке Человек Сам продавал Себя в рабы Вот Я привел Ситуацию При которых Человек Мог Вот таким Вот образом Себя продать В рабы Чтобы как-то Спастись От голода Вот Но Должны были Вернуть его Обратно Через 6 лет Дать ему Свободу А те Не дали Свободу Вот И поэтому Это была Причиной Необратимости Божьего Наказания И вот Здесь К чему Собственно Мы Все это И вели Вот здесь Мы видим Да Вот таким Образом Это Одна сторона Но есть Другая сторона Очень важная Что Такое 50-й год Юбилейный Год У нас Есть Очень четко И ты даже Цитировала Я хочу Показать Исаия 61-я Глава Вот Обратите Внимание Что Являлось Символ Что Символизировал Этот 50-й год И почему Вот это Вот было Такое Строгое Вот земля Принадлежит Колену И ты должен Ее обратно Вернуть То есть Земля Господня Она тебе Не принадлежит Поэтому Даже если Тебе кто-то Задолжал И дал Эту землю В залог То ты можешь Пользоваться Этим залогом Который ты взял Но только Ограниченное Время Придет Юбилейный Год Отдавай Вот Смотрите Это все Было Это Как говорится Очень важный Момент Почему я Про это Говорю Часто Люди Не понимают И мечтают Да вот Он пошел Набрал Кредитных Карточек Долгов А теперь Думают О как Плохо Что Эта Америка Не выполняет Законы Книги Левит Потому что Если бы Были здесь Пятьдесятые Годы Каждый раз Там Юбилейные То я бы Наверное Бы Это Мог бы Вернуть Себе То есть Задолжал Там тысяч Сорок Там Понакупал Себе Всяких Телефонов Компьютеров Поездил Там По Вокейшенам И Пришел Пятьдесятый Год И все это Мне с кредитной Карточки Списали Долга Нету Ну Такого Быть Тоже Не Может К чему Я говорю Этот Пятидесятый Год Который Это Не то Что Предотвращаем Хищничество И Поощряем Безответственное Занимание Да То есть Это Тоже Не то Что Бог Говорит Пятьдесятый Год Вот Вот Это Освобождение Долгов Опять же Тут Все Нужно Видеть Как Образовывается Нищие То есть Нищие Образовываются Вот Типичная История История Руфи Была Алькана Была У него Жена Наиминь Было У него Два Сына Имели Они Поле Возле Вифлея Но Был Голод Собрались Ушли В эмиграцию Ну И нормально Все Закончилось Хорошо Так Земля За ними Осталась Он Там Умер Дети Сыновья Его Там Умерли Возвращается Наиминь И Его Невестка Авдовевшая Вообще Иностранка На это Поле Они Ничего С ним Сделать Не Могут Они Ничего С ним Сделать Не Могут Но Поле Все Равно Их Пока Не Вот В Вифлееме Там Не Поднялся Вопрос Что Надо Восстановить Нашему Брату Поле И Вот После Того Как Более Близкие Родственники Отказываются Теперь Ваос Берет Жену Свою Руфь И Как бы Вот Теперь Это Поле И Рождается Этот Значит Сын Уруфи Все понятно Овид Вот И Теперь Эта земля Принадлежит Овиду Учителя Вот смотрите Так вот Где оно Выполняется Пятьдесятый год Исаия Шестьдесят Один Один Да Господа Бога На мне Ибо Господь Помазал Меня Благовествовать Нищим Послал Меня Исцелять Сокрушенных Сердцем Проповедовать Пленным Освобождением И Узника Открытые Темницы Проповедовать Лето Господне Благоприятное То есть Лето Господне Благоприятное Это Юбилейный Год И вот Этот Юбилейный Год Это Фактически Вот Как говорится Символ Наступающего Царствия Мессии Вот Когда Все будут Свободны В достатке Без того Чтобы Какая-то Падеж Чего-то И Какая-то Беда Какой-то Голод Чтобы Этого Всего Как говорится То есть Это Вот Это Почему Юбилейный Год Имеет Такое Значение Как символ Как тип Мессианского Царства Вот видите Какой у нас Глубокий Разбор Получился Но Мы не можем Закончить Без Следующей Главы Ведь Здесь Даны Вот Постановления Да Вот Все-все-все Законы Которые До этого Вот Мы Разбирали Ведь Мы Заканчиваем Сейчас Разбирать Книгу Ваикра И Здесь Мы Видим Да Что Если Будете Соблюдать Вот Эти Законы Да Вы Будете Иметь Благословение Но Вы Будете Прокляты Если Вы Не Будете Соблюдать Вот Я Хотел Понять Вот В свете Сегодняшнего Современного Христианства Да Например Большинство Христиан Считает Что Это Все Это Это Был Чисто Ритуал Для Израиля Это Все Ушло И Нас Это Совсем Не Касается В любом Случа Мы Не Можем С вами Ничего Это Соблюдать Это Нереально Вот 50-й год Вот Мы Как раз Вы Рассказали Да Вот Там Много Чего Написано Того Что Ну Реально Это Уже Сейчас Типа Не Работает Так Интересно Да Вот То есть Мы Не Должны Как бы Все Это Смотреть И То же Время Мы Видим Здесь Например Написано Про Ту же Самую Десятину Которую Почему-то Христиане Соблюдают Так Вот Что Реально Вот Что-то Мы Должны Сейчас Соблюдать И Всего Того Что Было Изложено Вот Здесь Мы Это Очень Серьезный Момент Если Мы Будем Соблюдать Мы Будем Иметь Благословение Будем Иметь Благословение Как Народ Божий А Если Не Будем Соблюдать Нас Постигнет Проклятие Это Очень Серьезные Моменты Очень Серьезные Моменты Ведь Наверняка Наши Слушатели Не Хотят Быть Прокляты Они Не Хотят Получить Проклятие Потому Что Они Что Не Так Делают А С Другой С Мы Не Память Да Пожалуйста Последний Стих 110 Псалма Начало Мудрости Страх Господень И разум Верный У всех Исполняющих Заповеди Его А Теперь 111 Стих 1 Блажен Муж Боящийся Господа Крепко Любящий Заповеди Его То есть Обратите Внимание Бояться Господа Это Не Просто Соблюдать Заповеди Бога Из Страха Что Тебя Будут Благословления Или Проклятия Что Пишет Нам Псалмопевец Боящийся Бога Муж Это Тот Кто Заповеди Любит То Есть Любит Это Значит Понимает Их Понимает Их Значение И Понимает Их Важность То есть Прежде всего Нужно Их Изучить Проблема Сегодняшнего Христианства Заключается В том Что Христианство Ставит Так Вопрос Заповеди Это Ужасное Как Говорится Бремя Которое Вообще Как бы Вот Не нужно Зачем Она Нужна Это Нет Блажен Муж Который Крепко Любит Заповеди А Иисус Говорит Если Любите Меня Соблюдите Заповеди Мои Вот Не все Конечно Заповеди Торы Как говорится Сегодня Соблюдаются В том Плане Что Многие Из них В том числе И 50 Год Имели Типологическое Значение Указывали На Христа Но далеко Не все В частности Когда мы Говорим О Заповеди О Десятине То Это Не была Заповедь Дана В контексте Земли Израильской В контексте Иерусалима В контексте Храма Потому что Когда не было Ни Иерусалима Ни храма Ни Земли Израильской Яков Который Соприкоснулся С Господом Сказал Если ты Господи Благословишь Меня То Из всего Что ты Мне даешь Я дам Десятую часть Вот То есть Наш То есть Опять же Когда мы Изучаем Заповеди Мы понимаем Где Какая Заповедь Применяется Вот Сегодня мы Смотрели Там Вопрос Пара В колхозах Это исполнение Нет не исполнение Потому что вопрос Седьмого года Это был В контексте Чисто Земли Израильской Точно так же Мы смотрим С десятина Да Исподал Земли И все такое Но когда мы Смотрим Дальше В Тору Мы видим Что и Авраам И Яков Возвращали Богу Десятину Так что Мне вот Очень нравится Вот открываем Вот эти Десятые заповеди Значит О Вот Да Это надо Соблюдать То есть Не убей Там Это Почитай Отца Свою Мать Да 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 Вот Значит Это Да Это Мы должны Соблюдать Да Конечно Это Все Понятно Это Работает Да Все Ну а Субботу Он отменил Ну да И А тогда Десятину Тоже Отменил Ну Дело в том Что опять же Мы видим Что Суббота Была Притворение Дана Как Божье Благословение Бог Благословил Две Вещи Благословил Их Благословил Субботу И мы должны С ним считаться То есть Получается Что Ну мы Даже Святя того Что Иисус Христос Воскрес В воскресенье В первый день Недели То есть Своим Воскресеньем Он получается Вот этот момент Не затмил Да При том Что Иисус Воскрес В первый день Недели Он все равно Сказал Своим Ученикам Да То есть Начнем с того Что Когда он Умер Ученики Его Покоились Субботу По заповеди И предсказывая Разрушение Иерусалима Он Он Говорил Рекомендовал Своим ученикам Бежать из города То есть Сорок лет Спустя Своего Воскресенья И сказал Молитесь Чтобы не было Бегства Ваше В зиму Но когда Но когда Он Воскрес Ивел То есть Пришел Тогда Дальше Уже Люди Типа Да Ну это Потому что Люди Не знают Текстов Нового Завета Тоже Люди Живут По привычкам Потому что Они привыкли Слышать В церквах Особенно Когда Вот такая Вещь Суббота Она Неудобная Вещь Поэтому Некоторые Неудобно Неудобно Потому что Она сложилась С веками Да Мы сами же Понимаем Прекрасно Что Этот вопрос Мы То есть Никто Его Не Перестроит Никто Не будет Соблюдать В воскресенье А будем Соблюдать Теперь В субботу Но не будет Такого Правда Ну да Поэтому Есть люди Которые Ищут Воли Божьей И Ведение Божье И боятся Бога И любят Заповеди Его Как написано В 111 Псалме А есть люди Которые Услышав Ту или иную Фразу Из Библии Не разобравшись Поняли Что нашли Хорошую Причинку И отговорку Почему Можно жить По старому Да Ну что ж Дорогие друзья На этом Наша программа Заканчивается К сожалению Но Не заканчивается Наш эфир Я прошу Учителя Александра Завершить молитву Для тех Кто Слушался Сегодня Наш Разбор Благословен Господь Бог Наш Царь Вселенной Который Даровал нам Тору Истинную И жизнь Вечная Есть В ней Благословен Господь Дарователь Торы Амин Субтитры Субтитры Продолжение следует...